Осторожно, мошенники! Бесконтактных хищений с банковских карт становится все больше. Как защитить себя и не стать жертвой в следующем материале. Сотрудники прокуратуры, МВД, банков и представители средств массовой информации собрались за круглым столом, чтобы еще раз напомнить всем о том, что и так знает каждый. Но почему-то в экстремальной ситуации забывает. Речь идет о бдительности. В сводках МВД ежедневно фиксируются случаи хищений с банковских карт. Вчера обратился в полицию житель Чебоксар, к которому позвонили, представили сотрудникам банка, сообщили, что с его карты хотят несанкционированно списать деньги, перевести их на какой-то счет. И чтобы этого предотвратить, попросили сообщить реквизиты карты. Он назвал номер карты, потом сообщил смс-код, который пришел ему в сообщение. У него было похищено свыше 5000 рублей. Недавно по такой же схеме еще один житель Чебоксар потерял почти 300 тысяч рублей. Иногда потери исчисляются миллионами. Тысячи жителей Чувашии уже лишились разных денежных сумм. Только за 11 месяцев 2019 года ущерб от бесконтактных хищений более 97 миллионов рублей. Мошенники часто представляются сотрудниками банка. Ни в коем случае нельзя им сообщать никакую информацию о карте, коде и пароле, иначе финансовых потерь не избежать. Еще один возможный вариант лишения денег – предоплата за товар или услугу в интернете. Когда мы видим объявление в интернете, мошенники первым делом запрашивают либо предоплату, либо полную стоимость. Но это сразу должно насторожить. Они могут прислать и поддельные документы, чтобы усыпить бдительность жертвы. Предоплата не гарантирует, что товар придет и будет таким, как на картинке в интернете. Кстати, сотрудники МВД рекомендуют не хранить большие суммы денег на той карте, которые хоть раз расплачивались онлайн. Не стоит верить и тем, кто по телефону сообщает вам о разных выигрышах. Не переводить деньги знакомым, близким, если они попросили в долг в соцсетях. В этом случае лучше созвониться с ними лично и поговорить. Ловушки расставлены и для тех, кто оформляет кредит в интернете. Здесь мошенники могут попросить оплатить комиссию, страховку, проценты, и вместо кредита потерпевшим приходится оформлять заявление в полицию. Злоумышленники, как правило, совершают преступления, находясь в других регионах России. И раскрыть их крайне сложно. Сотрудниками нашего отдела в ходе выездов в служебные командировки, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, в ходе проведения обысков изымается имущество преступников в счет погашения и возмещения ущерба. Не во всех случаях удается возместить ущерб. Сделать риски минимальными может каждый из нас. Помните о правилах безопасности и расскажите о них своим близким.